МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это как раз итоги работы за 2013 год и, соответственно, задачи на перспективу 2014 год. Хочется отметить, что программа совещания отработана в полном объеме. То есть все те мероприятия, которые мы запланировали по реализации данного совещания, были выполнены. Все вопросы были освещены. В принципе, хочется отметить, что совещание прошло на достаточно высоком уровне. Данное совещание у нас проводится два раза в год. То есть в начале года у нас идут постановочные опросы. И в конце года у нас, соответственно, подведение итогов по результатам за истекший период. Хочется отметить еще, что в этом году в совещании участвовал представитель ООО «Газпром», департамент по управлению персоналом, заместитель начальника отдела управления по взаимодействию с дочерними организациями. Это было впервые участие столь высоких гостей в данном совещании. В принципе, по результатам работы он оценил, что совещание пошло на достаточно высоком уровне. Расскажите, пожалуйста, что в числе проведенных мероприятий 2013 года? На самом деле в течение года было проведено достаточное количество мероприятий. Мы участвовали в ярмарке вакансий, который устраивает Центр занятости населения. В том числе одна ярмарка вакансий была для лиц с ограниченными возможностями. То есть наше общество также принимает участие в данном направлении деятельности. Также наши специалисты участвовали в организации встречник Государственного пенсионного фонда «Газфонд». К нам в течение года два раза приезжали специалисты. И мы полностью охватывали работу и курировали работу нахождение их на нашей надымской земле. То есть были организованы выезды на промысла Ямсовейский, Юбилейный, на промысла месторождения «Медвежья». Также представители побывали на Баваненковском месторождении, на Харасовейском месторождении. То есть были охвачены все наши месторождения. И в том числе также проходили встречи в поселке Пангады и в городе Надыме. То есть это направление, хочется отметить, что было и благодарственные письма на имя генерального директора, написаны руководителями Госфонда в части того, что работа была организована на достаточно высоком уровне. Также была проведена огромная работа всеми филиалами общества по организации производственных и ознакомительных преддипломных практик студентов вузов. То есть всего прошли 177 человек – это производственные и преддипломные практики. И 116 человек у нас прошли ознакомительные практики. Данное направление в «Газпром» сейчас набирает новые обороты. Хочется отметить, что в течение этого года представители кадровых служб нашего общества участвовали, помимо этого, вне «Газпрома», которое «Газпром» проводит в рамках реализации развития инновационной деятельности до 2020 года, то, что разработано «Газпромом». И в рамках реализации мероприятий этой программы проводится взаимодействие с вузами. Мы участвовали в Санкт-Петербургском экономическом университете в этом году, в ярмарке вакансий и вне «Газпрома», в Санкт-Петербургском горном университете, в Томском политехническом университете и в Российском государственном университете имени Губкина города Москвы. Также на следующей неделе буквально состоится поездка наших представителей для участия в ярмарке вакансий и дня «Газпрома» в РГУ имени Губкина. В течение года, так как это вуз является базовым, основным для газовой промышленности, мы участвуем два раза в год в ярмарке вакансий в данном вузе. Также хочется отметить, что традиционно наше общество уже стало традицией в течение трех лет участвовать в ярмарках в открытом конкурсе на право трудоустройства в дочернее общество. В этом году данный конкурс проводился уже практически участвовали все северные дочки. Это и «Газпром Добыча Надым», «Газпром Добыча Уренгой», «Газпром Добыча Ямбург», «Газпром Добыча Ноябрьск», «Газпром Трансгаз Сургут» участвовал в данном мероприятии, «Газпром Подземремонт Уренгой». И по результатам этого конкурса было отобрано 3-4 человека для трудоустройства в наше общество. Такая отличная возможность, да? Ну, это, да, возможность уникальная, можно сказать, для того, чтобы устроиться, нужно показать свои знания, свое стремление, и дорога в «Газпром» тебе открыта. То есть любой желающий может принять участие в этом конкурсе. Конкурс проводится, ну, сейчас уже стал раз в год проводиться, так как действительно это глобальное мероприятие, и очень большое количество участников. Вот. По весне, так же, как 2014 год, данный конкурс будет проводиться, и в прессе, в СМИ мы осветим, что нужно для участия в этом конкурсе. Также хочется отметить, что большая работа была проведена в части организации научно-практических конференций молодых ученых и специалистов. На базе нашего общества была проведена такая конференция, всего участвовали 43 специалиста, участвовало 9 дочерних обществ, помимо нашего. Наши ребята показали достаточно хорошие результаты и были отобраны для участия во Всероссийской юбилейной в этом году 10-й Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, которая проводилась на базе РГУ Мини-Губкина. Наши ребята заняли по участию в этой конференции три призовых места. То есть по количеству участников и по количеству призов, всегда привезенных нашими ребятами, хочется отметить, что очень-очень высокий уровень подготовки. Также проводился и асессмент-цент для кадрового резерва, для оценки кадрового резерва и дальнейших рекомендаций по развитию. Проводили мы в этом году конкурсы профмастерства рабочих. Всего приняло участие на первом этапе конкурса более 400 человек. Во второй этап вышли в финал порядка 80 человек. Вот буквально на днях завершаются эти конкурсы. Ну, я думаю, можно будет подробнее в другом формате поговорить о этих конкурсах. То есть мероприятие тоже достаточно интересное. Ну, как раз количество, да, вот тех, кто заинтересован в участие. Количество, да. И то есть молодые рабочие, вот хочется отметить, что по сравнению с предыдущим конкурсом, молодых рабочих все больше становится участниками данного конкурса. То есть заинтересованность чувствуется у людей. И чувствуется, что они хотят показать себя и хотят показать, что они, хотя и не так сравнительно давно работают, но они уже наравне с профессионалами могут показать достаточно хорошие результаты. И это действительно так. Молодые ребята занимают призовые места, участвуя в этих конкурсах. Также хочется отметить, что огромная работа была проведена в части подготовки учебно-методических материалов. Наши участники выдвигали пять работ для участия в конкурсе, который проводил у «Газпром» на лучшие технические средства обучения, методические материалы. И хочется отметить, что наш тренажер-имитатор занял на этом конкурсе первое место в одной из номинаций. То есть в течение последних трех лет мы были без призов. В этом году мы привезли оттуда приз. И конкуренция была очень серьезная. Хочется отметить, что работа была на очень высоком уровне сделана. И очень приятно, что мы заняли призовое место в данном мероприятии. Также наши специалисты участвовали в конкурсе «Лучший сварщик», который проводил у «Газпром». И в конкурсе «Лучший специалист электрохимзащиты». Также в этом году региональный конкурс впервые проводился на базе «Газпром» добычи уренгой, привороченной к юбилею данного общества. «Профи-2013» соревновались работники кадровых служб. Наши ребята показали достаточно хорошие, высокие результаты. И были отмечены благодарственными письмами и призами, участвуя в этом конкурсе. Ну, вкратце, помимо той рутинной работы, которую делают все наши работники кадровых служб, за что им отдельно хочется сказать огромное спасибо, вот это такие въехавые мероприятия, которые были проведены в этом году. Оказалось бы, такая невидимая, но очень важная работа. Естественно. Скажите, вот каковы вопросы кадрового дела производства? И хотелось бы, чтобы подчеркнули актуальность вопросов профессионального обучения, развития персонала на Дымской дочери «Газпром». Ну, вот о чем я говорил, о той рутинной работе, то есть именно кадровое дело производства, та работа, которая невидима, но которая необходима, да, и которая важна. То есть человек, когда получает трудовую книжку, безусловно, когда ему начисляется потом пенсия, либо еще какие-то мероприятия в дальнейшем, вот те записи, их филигранность, как они внесены в трудовую книжку, и говорит о том качестве кадровой работы, которая проводилась. Также, помимо этого, ведется огромное количество документов, которые, ну, обыватель не видит. Это те кадровые документы, которые необходимо вести для того, чтобы, ну, сохранить ту всю структуру кадрового дела производства. Также на совещании отмечался вопрос подготовки наградных материалов, что немаловажно также. В части подготовки и развития были озвучены, ну, наиболее злободневные вопросы, которые в данный момент реализуются нашим обществом. То есть, возможно, до нас были доведены стратегические показатели. Это количество часов, которые каждый человек должен, каждый работник нашего общества, обучение в части специалистов, руководителей и рабочих. И также периодичность обучения строго соблюдается. За всем этим «Газпром» следит. И мы эти стратегические показатели, то есть «Газпром» их позиционирует как стратегические, именно подготовку и развитие своего персонала, мы эти стратегические показатели выполняем. И для того, чтобы их выполнять более успешно, мы рассказывали, наши специалисты, как это нужно делать, какими методами, какими приемами нужно пользоваться для выполнения этих показателей. На совещании озвучивалось. Также до нас, вот не так давно, письмом «Газпрома», буквально осенью этого года, были доведены показатели по взаимодействию с вузами. То есть четко регламентировано то количество студентов, которые необходимо принять на практику, то количество людей, которые мы должны направить в вузы для обучения по повышению квалификации. То есть вот эти все регламентировающие показатели также были доведены до филиалов, чтобы в течение 2014 года они, безусловно, выполнялись. Ну, как раз вот такая тема прозвучала, тема перспективных методов обучения на удаленных месторождениях ООО «Газпром» добычи на дым. Извините, в чем значимость этой темы? У нас всегда существовала проблема, не проблема. Ну, периодически с этим сталкивались. То есть не всегда преподаватель имел возможность в связи с вахтовым методом работы прочесть лекцию. То есть присутствовать на занятиях, ну, в принципе, именно участие в процессе. И как преподаватель, так и непосредственно обучающийся. Сейчас была предложена немного необычная схема в части нашего общества, но, в принципе, она уже применяется во всем мире, в стране нашей. То есть нового ничего, как бы, в этом нет. В части дистанционного обучения. Но дистанционного обучения посредством так называемых вебинаров. То есть непосредственно на месторождении сидит одна группа людей и в учебно-курсовом комбинате, в аудиториях другая группа людей. Хочется отметить, что на Баваненковском месторождении оборудованы учебные классы, оборудованы, по последнему слову, техники. То есть там присутствует данная видеоконференц-связь. И преподаватель, находясь как на месторождении, как в Надыме, и также обучающийся, занимается, проходит материал, отвечает на вопросы посредством видеоконференц-связи. То есть данный момент очень удобно, что непосредственно находясь на производстве, человек, не отрываясь от работы, может уделить некоторое время и участвовать в учебном процессе. Как преподаватель, находясь либо на вахте, либо в Надыме, так и обучающийся. Вот данное направление широко развивается. Хочется отметить, что еще также у нас и дистанционное обучение развивается. Он, корпоративный институт «Газпром», разработал более 5000 курсов. И любой работник нашего общества может зайти на портал, зарегистрироваться и пройти обучение дистанционно, получить соответствующий сертификат. В рамках совещания состоялся круглый стол по вопросам управления персоналом. Скажите, каким было обсуждение докладов? Обсуждение докладов было достаточно... Ну, в принципе, круглый стол и после каждого доклада уже начинался и проводился. То есть обсуждались именно те вопросы. Вопросы, как я уже сказал, были злободневные. Вот. Помимо тех вопросов, что были озвучены на совещании, то, что я говорил, то, что рассказывали представители администрации, мы уже... Это стало хорошей традицией. Наши филиалы также готовят доклады по направлениям деятельности, что у них больше получается. И они делятся со своими коллегами именно тем положительным опытом, наработанным в том или ином направлении. Так и в этом году филиалы делились. Соответственно, коллегам было интересно. Они задавали вопросы, как это все организовать, как это работает. То есть, в принципе, обсуждения были достаточно интересные. Такое живое общение. Да, именно живое общение. То есть, и даже общение же не перестает, когда непосредственно люди находятся на семинаре, на совещании. Даже выходя в перерыв, и то видно, что нехватка вот этого общения. Люди общаются между собой и общаются не на какие-то посторонние темы, обсуждают производственные вопросы. Хотя, казалось бы, время есть далее передохнуть небольшое. Но это тоже как раз обмен опытом. То есть, какие-то вопросы для себя, допустим, представители кадровых служб филиалов. Просто удовольствие это все снять. Конечно, да. То есть, все это... Ну и, в принципе, подготовка к совещанию всегда у нас проводится одним образом. То есть, мы собираем с филиалов те проблемные вопросы, которые есть. Также готовим те вопросы, которые есть у специалистов администрации общества кадрового направления социальной работы. И потом уже строим свою работу таким образом, чтобы осветить в полной мере и вопросы те, что задали филиалы, и те вопросы, которые накопились филиалом. То есть, весь этот блок вопросов мы охватываем. И уже до следующего совещания как-то можно более-менее работу организовывать. Одно из решений – это как раз создание проектной мобильной группы. Вот что это такое? Расскажите об этом подробнее. Ну, в принципе, вопрос создания проектной мобильной группы назрел уже с того момента, когда началось внедрение автоматизированной системы управления персоналом. И возникали вопросы по работоспособности системы, по внесению информации в системы. И чем больше этих вопросов возникало, тем я понял, что есть такая потребность создать некую группу, которая бы собиралась мобильно, периодически, по мере, скажем так, накопления определенного количества вопросов, либо по выходу какой-то новой регламентирующей документации. Чтобы этой мобильной группе можно было объяснить, чтобы они посредством сели тут же на ноутбуке, который у них будет, зашли в эту программу, показали, как правильно внести информацию, какие есть проблемные вопросы, где что можно изменить, каким образом это сделать, чтобы непосредственно люди тут же ручками отработали все это дело, и потом уже непосредственно в филиале у себя транслировали, как правильно работать с теми или иными программными продуктами, решение тех или иных программных вопросов. Это, наверное, встреча должна быть не одна, допустим, условно 3-4, ну, допустим, привязываться к кварталам, да? Нет, в принципе, у нас четкой привязки по кварталам нет. Даже мы проследили такой тенденции, что такие вопросы, вот критическая масса вопросов накопления, это 1-2 месяца. То есть, либо они будут ежемесячно собираться, пока регламент определен таким образом, по мере необходимости. То есть, четко, чтобы собраться, ради того, чтобы собраться, такой привязки нет. Больше билинг на это уже. Да, то есть, собираемся для того, чтобы конкретно обсудить те или иные вопросы. Вот сейчас у нас предстоит годовой отчет. То есть, соответственно, в декабре месяце, я так полагаю, будет сбор этой группы не один раз. Два-три раза. Для того, чтобы уже все те проблемные вопросы, те, скажем, вопросы по внесению информации, какие-то разъяснить более четко, объяснить людям. Когда объяснение, лучше день потерять, потом за час, соответственно, все это делать. Конечно. То есть, вот эта мобильная группа для этого и создается. Но пока в зоне деятельности этой группы будут вопросы касательно введения автоматизированной системы управления персоналом, внесения информации в данную систему и поддержания этой информации в актуальном состоянии. и также работа по обучению и развитию персонала. Также эти вопросы эта группа будет курировать. Получается, по одному представителю каждого филиала будет входить в группу? Да. В настоящий момент определено так. Это именно как дополнительная нагрузка идет на человека, который будет заниматься этой работой? Мне кажется, это даже больше не нагрузка, а наоборот облегчение работы. То есть, человек, работая в этой группе, он будет более сведущ вот в этих вопросах. И он, скажем, основная цель этой группы для того, чтобы разъяснить то есть, вот это основное направление. То есть, это не нагрузка, это наоборот облегчение нагрузки, скажем так, ну, в итоге должно получиться. Мысль такая, задумка. Почему-то, знаете, такое сравнение со старостами напрашивается? Ну, возможно, но у меня было условие, то есть, для того, чтобы человек, который будет работать в этой группе, ни в коем случае не должен быть начальником кадровой службы филиала. Это должен быть исполнитель, то есть, у начальника есть свои функции и задачи. Кто-то должен быть из специалистов. То есть, вот, толковый специалист для работы в данной группе. Вот те задачи, которые нужно решить еще до конца года. По-моему, там как раз-таки три вопроса, один из которых Вы вышла уже обозначили. Можно еще раз обозначить, что у нас до конца года необходимо решить? Хотя вот итоговое совещание как таковое состоялось? Совещание состоялось, Я уже озвучил те вопросы, те, что были решены в течение года, но до конца года у нас еще чуть больше месяца, работа не останавливается. До конца года у нас планируется проведение учебно-методического совета. Также у нас планируется проведение адаптационного семинара для молодых специалистов, который уже традиционно ежегодно проводится. В прошлом году мы немного изменили формат данного семинара. В принципе, в этом году формат будет еще немного видоизменен. Но, мне кажется, все нацелено на то, чтобы ребятам было интересно участие в этом семинаре. Мы также приглашаем не только молодых специалистов для участия. У нас и приглашаются ученики выпускных классов школ города Надыма. И также в этом семинаре мы приглашаем для участия студентов Тюменского государственного нефтегазового университета. И у нас будет проводиться еще в декабре месяце это конкурс на право участия в зарубежной стажировке для молодых специалистов. То есть вот те три мероприятия, что до конца декабря, помимо работы рабочей группы, помимо той рутинной работы, то, что у нас есть, планируется провести. Вот говоря о стажировках, кстати, хотелось бы, чтобы вы дополнили. Вот какие-то определенные условия добавились по итогам вот этого совещания? Допустим, должны знать язык, поскольку это зарубежная стажировка. Естественно. Всегда требование знания языка у нас было основополагающим для участия в этой стажировке. Помимо тех личностно-деловых и профессиональных компетенций, которые должен специалист показать в отборочном этапе знания языка, это один из тех краеугольных камней, которые необходимо специалисту знать. Хочется отметить, что по результатам участия в прошлом году в стажировке были отобраны три специалиста. У нас участвовало всего порядка семи человек. В отборе, ну то есть, это те, кто прошли уже первый отборочный этап, участвовали во втором этапе, непосредственно который оценивался руководителями и специалистами общества по направлениям деятельности. Вот. И наши ребята, находясь на этапах погружения языковых, изучения языка в Московском корпоративном институте, то есть отзывы о подготовке наших ребят были положительные. Наши ребята язык знали хорошо. Надеемся, что и в этом году также планка не будет понижена. А я почему и спросила, потому что вот было объявление такое, как раз вот о том, что проводится обучение. Вот в этом году, по-моему, каждый работник общества «Газпромдобыча на дым» мог издевать желание прийти на эти курсы. Да, прийти на курсы и поучаствовать, соответственно, подтянуть знания по иностранному языку, либо приобрести их. Алексей Михайлович, вот завершая нашу беседу, хотелось бы, чтобы вы обозначили задачи 2014 года. Ну, основные задачи, то есть мероприятия говорить не буду, то есть все те мероприятия, что проводились у нас в этом году, они также будут проводиться и в следующем году. Могут быть дополнены какими-то мероприятиями, то есть меньше их не станет. И это хорошо. То есть, именно проведение такого количества мероприятий, вовлечение все большего и большего количества нашего персонала для участия в данных мероприятиях. Из основных задач, которые были поставлены кадровой службе общества, это повышение профессионального уровня работников кадровых служб. Будем организовывать посредством семинаров. Вот данные семинары у нас будут срого запланированы. То есть, каждый квартал будет проводиться один семинар по направлению деятельности, и те проблемные вопросы, озвучивание новых регламентирующих документов, также будут доводиться до всех сотрудников нашего общества, кто занимается кадровой работой. Также основная задача это работа проектной группы, о которой я уже говорил, и повышение эффективности работы кадровых служб. Вот это три задачи, которые в следующем году именно хочется сделать на них упор. Безусловно, задач будет намного больше, но вот эти три задачи основные, на которые будем делать упор. Еще хочется сказать огромное спасибо всем работникам кадровых служб за их работу. Алексей Михайлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, спасибо за ответы. Спасибо. Напомню, мы говорили о вопросах управления персоналом общества «Газпромдобыча на дым». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова